Канал НХЛ в полете приветствует вас. Четыре матча нас сегодня ждут в обзоре, первым из которых Даллас принимает у себя гостей из Колорадо. Ну и естественно, эту встречу вряд ли можно назвать необычной, непредсказуемой. И Колорадо сразу берет все действия в свои руки в этом матче. Габриэль Ландескок с передачей Макиннона и Макара шестая минут первого периода. Первую закатывает ворота Звезд, вторую уже оформляет Назм Кадри с передачи Макара, подставляя клюшку на пятаке 2-0, Колорадо ведет. Ну и в принципе уже они просто довершают дело. Во втором периоде ничего не произошло. В третьем Николас Ауба Кубел с передачей Джоста и Ничушкина забивает третью шайбу ворота Старс. Ну и заканчивает это все Габриэль Ландескок делает дубль сегодня в пустые ворота. Победа для Колорадо довольно-таки легкая. Дальше они продолжают свой поход за Кубком. Думаю, они будут одни из фаворитов. Три звезды этого матча. Габриэль Ландескок с двумя голами, третья звезда. Дарси Кэмпер 23 сейва, вторая звезда. И Кел Макар. Две результативные передачи. Первую звезду себе забирает. Следующий матч. Вашингтон против Оттавы. Обе команды выступают довольно-таки неровно. Но давайте посмотрим, кто заберет эту встречу. Оттава открывает счет благодаря Алексу Формингтону. Гол в меньшинстве, кстати говоря, с передачи Брауна и Зайцева. Спасибо обороне Вашингтона. На самом деле хочется удивляться голам Оттавы, потому что порой они забивают из таких положений, в которых, казалось бы, любой вратарь, любая защита должна справиться. Но вот почему-то у Оттавы такая вот статистика интересная. По крайней мере, я это замечаю часто. Адам Гадетт с передачи Сэнфорда и Тирни закрывает второй период 2-0 за Оттавой. Но в третьем начинает просыпаться Вашингтон. После удара Овечкина Бэкстром подправляет шайбу на пятачке. Гол в большинстве. Также Карлсон в ассистентах. Еще одну возможность имели игроки Вашингтона. Но здесь Форсберг спас свою команду. Точнее, там спас и Форсберг, и Штанга. Тем не менее, 2-1 счет остается. А вот здесь вот курьезнейшая шайба для Самсонова. Бродит Качак. Успевает быстрее всех подобрать шайбу и переправить ее за ленту ворот. 3-1 Оттава ведет. И в третьем периоде остается только укрепить свое преимущество, чтобы Вашингтон уже не думал отыгрываться. И с этим справляется Конор Браун. Десятая минута третьего периода. Ткачак, Тирни у него были помощниками. И Оттава налегке довольно-таки забирает эту встречу в Вашингтоне. Конор Браун, третья звезда матча 1-1. Бродит Качак также 1 гол, 1 передача 2-я звезда. И Антон Форсберг, голкипер Оттавы, сегодня с первой звездой уходит из этого матча. Самый мощнейший матч нас сегодня ждет. Это Баффало против Монреаля. Вот эта встреча, главная встреча сезона, возможно. Ну, смех смехом, а на самом деле получилось довольно-таки неплохо. Именно поэтому матч стоит третьим в сегодняшнем обзоре. Открывает счет в этой встрече Джефф Скиннер в первом периоде с передачей Фиджеральда и Така. Четвертая минута первого периода. Во втором периоде отвечает Монреаль с шайбой Майка Хоффмана с передачей Шеннемана и Байрона. Сразу во втором периоде, можно сказать, на второй минуте уже сравняли счет канадцы. Но отвечает Баффало также на одиннадцатой минуте с передачи Даллина. Джефф Скиннер закончил атаку для своей команды результативно. И Монреаль опять же не дает убежать далеко Баффало. Джефф Питри с передачи Эванса и Питклика. Через минуту уже сравнивает счет, а выводит вперед Монреаль. Йоэль Армия впервые в этом матче. Поллинг и Кулак у него в ассистентах. Это семнадцатая минута второго периода и казалось, что Монреаль уже выигрывает этот матч. Осталось только третьим период дотерпеть, тем более против Баффало, но Баффало не так-то просты. Томпсон забивает с передачи Крэпса и Скиннера, реализуя большинство под конец второго периода. И команда уходит при равном счете на перерыв. А вот после этого Монреаль расслабился, Джефф Скиннер делает сегодня хит-трик с передачи Така. Девятая минута третьего периода. На этом еще не все, потому что не снимают вратаря канадцы. Ну и получают за это покер от того же Джеффа Скиннера. Вот такой вот матч, казалось бы, два аутсайдера, две самых лучших команды, возможно, в лиге. Но вот такой вот он матч и такую перестрелку они сделали, да еще и покер Скиннера оформил. Джоэль Армия, третья звезда, один гол. Алик Стаг, три результативные передачи на Скиннера, вторая звезда матча. И Джефф Скиннер, собственной персоной, четыре гола, одна результативная передача, пять очков и первая звезда. А вот теперь главная встреча, наверное, этого дня. Нью-Джерси принимает у себя пингвинов из Питсбурга. Ну и все начинается хорошо для хозяев, благодаря Джеку Хьюзу с передачей Шаранговича и Захи на восьмой минуте второго периода. Он открывает счет для своей команды, выводит ее вперед. Но не дает уйти сухими из этого периода пингвины хозяевам льда. Была у них первая возможность, они ее не реализовали. Остон Рис попал и по вратарю, и штанга там помогла. Но все-таки Питсбург смог реализовать хотя бы один свой момент в этом периоде. И Майкл Маттессон с передачи Руидля и Бойла, 14 минуты второго периода. И команды уходят в перерыв при ничьей. Питсбург сразу берется за дело в третьем периоде на 36 секунде. Брайан Раст в передаче Ли Танга и Кросби выводит пингвинов вперед. Но тут в атаке уже Нью-Джерси начинает действовать результативно Ника Хишир с передачи Татара и Северсона. Опять равенство устанавливает на табло. Еще до середины третьего периода Брайан Бойл, Маттессон и Астон Рис ему помогали. Ну и здесь уже, к сожалению, Нью-Джерси ничего не смог больше забить. А Джек Генсел уже в пустые ворота отправил шайбу. Вот так вот 4-2 победа за пингвинами. Три звезды этого матча. Джон Гиллис, третья звезда, 31 сейв. Майк Маттессон, 1 плюс 1, вторая звезда. И Брайан Бойл с такой же статистикой. Плюс решающая шайба первую звезду себе забирает. Сегодня особенных новостей не было, поэтому страничка истории НХЛ. 13 февраля 1999 года НХЛ попрощалась с частью своей истории на арене Maple Leaf Gardens в Торонто прошел последний матч НХЛ. Это был последний действующий стадион, на котором играли команды оригинальной шестерки. На сегодня это все. Следите за развитием событий в Национальной хоккейной лиге на канале НХЛ в полете. Продолжение следует...